в сегодняшнем ролике мы вновь рассказываем об исследованиях которые ведутся в институтах сибирского отделения академии наук и в этот раз мы стоим у крыльца у входа в институт физики полупроводников ну и вот мы уже находимся внутри термостатированного корпуса это такое здание внутри здания где поддерживается постоянная температура а рядом со мной находится электронный микроскоп но это микроскоп не совсем обычный потому что он предназначен для отражательной электронной микроскопии как это устройство работает и для чего она предназначена рассказывать будет алексей петров аспирант института физики полупроводников как известно разрешение оптического микроскопа определяется длиной волны видимого света то есть 500 мм что позволяет нам разглядеть отдельные части бактерий размер которых вставляют доли микрон однако более мелкие детали бактерий мы уже рассмотреть не сможем альтернативой является использование электронных пучков так электронная микроскопия позволяет визуализировать объекты с размерами порядка атомных существуют различные виды электронных микроскопов и сегодня мы поговорим об отражательной электронной микроскопии с помощью отражательной электронной микроскопии изучают процессы происходящие на поверхности кристаллов если бы такая поверхность шла точно вдоль кристаллографической плоскости то она бы была идеально ровной однако при резке кристаллов добиться такой точности невозможно и в результате получается ступенчатая поверхность которая состоит из отдельных террас разделенных атомными ступенями высота этих ступенек в кристалле кремния составляет всего 0,0314 нанометра электронный пучок направляется на поверхность под небольшим углом поэтому он взаимодействует только с несколькими атомными слоями и не проникает глубоко в объем кристалла электроны упруго отражаются от поверхности а дальше на экране строится изображение на котором возникает освещенные и затененные области так что атомные ступени оказываются хорошо заметными и такая методика обладает высокой чувствительностью именно к структуре поверхности вот типичное изображение поверхности кристалла кремния светлые участки представляют собой атомные террасы разделяющие их темные полосы это и есть атомные ступени на изображении они выглядят изогнутыми волнистыми линиями хотя казалось бы они должны быть строго прямыми все дело в том что электроны как вы помните падают под очень малым углом и поэтому в направлении их падения картина поверхности сжимается в 50-60 раз идея отражательной электронной микроскопии было предложено еще в середине 30-х годов однако реализована данная методика была только сравнительно недавно и вот почему было две проблемы это во первых нужно было поддерживать высоковакуумные условия и во вторых удалять естественный окисел то есть нужно было разогревать поверхность и в нашем институте на основе просвечивающего электронного микроскопа была реализована данная методика то есть мы в обычный просвечивающий микроскоп поместили вот такую вот коробочку внутри которой помещается образец кремниевый и он внутри этой коробочки разогревается пропусканием электрического тока до температур порядка 1300 градусов цельсия что позволяет нам удалить естественный оксидный слой и далее по стенкам этой коробочки пропускается жидкий азот что во-первых позволяет улучшить нам вакуумные условия по сравнению со всей в колонны на три порядка а во-вторых служит нам для того чтобы отводить тепло от разогреваемого образца этот метод позволяет нам наблюдать процессы на поверхности в реальном времени сейчас мы видим все те же самые атомные ступени но они теперь у нас движутся казалось бы это мы перемещаем камеру от сительной поверхности однако в этом случае наша поверхность находится при температурах порядка 1100 1200 градусов цельсия при таких температурах атомы которые стоят на краю ступени могут эту ступень покинуть то есть происходит процесс схожий с испарением и тем самым наша ступень шаг за шагом сдвигается на ширину атома что мы и видим на данном видео а теперь посмотрим на еще одно видео здесь мы также видим ступени и узкие террасы между ними но сейчас мы поменяем направление электрического тока протекающего по образцу и мы видим что и ступени начинает сбиваться в так называемые в кучи в пучки а между ними образуются широкие атомно гладкие террасы но теперь перепад высоты между этими террасами уже не один слой а несколько атомных слоев но что же будет если мы опять изменим против направление протекания электрического тока и вот мы видим что эти пучки ступени начинают распадаться ступени заново начинают равномерно распределяться по поверхности образуя между собой узкие террасы и наша поверхность приходит к первоначальному виду постепенно помимо простого наблюдения движения атомных ступеней на поверхности при нагреве мы также можем наблюдать за процессами происходящими при росте то есть например при осаждении кремния на кремний германии на кремния либо каких-либо металлов на поверхность кремния что же в свою очередь важно при создании многослойных структур для применения в области микроэлектроники разработкой данных многослойных структур уже занимаются в других лабораториях нашего института а теперь заключительный вопрос посмотрите на это видео и попытаюсь ответить что же здесь происходит свои соображения на этот счет оставляйте в комментариях данному видео на ю тубе оставляйте в комментариях